всем привет привет меня зовут марина и добро пожаловать на мой канал давно я уже не записывал никакие видео и честно вам признаюсь я соскучилась по этому но чем больше времени я ничего не записываю не говорю на камеру тем сложнее мне себя просто заставить есть и показать вам рассказать что-то язык начинает заплетаться и потом мне приходится очень много монтировать видео и вырезать всяких ляпов и так далее на этой неделе я наконец-то оформила мастер-класс исправила все ошибки неточности спасибо всем девочкам которые тестировали этот мастер-класс для себя я подчеркну некоторую новую информацию которую я внесла в мастер-класс добавила подробностей чтобы было все понятнее и я надеюсь перед мастер-класс стал более цельным и более понятно я даже зарегистрировалась на сайте пусть и добавила этот мастер-класс но я решила повязать еще нескольких собачек но не из простой пряжи а из фантазийной первое что я решила попробовать связать собаку из плюша почему бы нет я в одном из комментариев не к своему видео к другому прочитала почему был к мастер-классу не вязать еще игрушки показывать из плюша если мастер-класс из полухлопка почему бы не показать игрушку которая получается из плюша я подумала почему бы и нет действительно и связала почти связала собаку из плюша у меня в наличии не так много цветов плюшевой пряжи я в прошлом году к новому году покупала некоторое количество плюшевой пряжи я вязала кроликов еще какие-то маленькие игрушечки на ярмарке и у меня кое-что осталось у меня остался моточек белой пряжи это yarnart ой нет какой yarnart это лови ты ярный велюр и черные пряжи я ее как-то купила знаете не спонтанно но мне нужна была черная пряжа но 5 мотков это было слишком много и я взяла самый дешевый которую нашла на волберисе там было в наборе 3 ма . черного цвета это леди yarnart baby soft kiss пряжи мне это абсолютно не понравилось какая-то на сухая и жесткая вяжется у меня на крючком за скрипом да в прямом смысле этого слова она скрипит так неприятно ну ничего буду ее извязывать экспериментов мне зайдет так из белой и черной пряжи я решила связать свою собаку сейчас вам показываю голову который у меня получилось целом знаете этот мастер-класс подходит и для вязания из плюшевой пряжи потому что насколько я знаю некоторые игрушки по мастер-классом из полухлопковой пряжи из плюша не получится и этот же мой мастер-класс вполне подходит и для плюшевой пряжи вот смотрите какая хорошая головушка получается и я думала что собака будет размером даже еще больше но она получается средненького такого размера и расход пряжи тоже не большой черного 1 ма . вполне хватит но белого я думаю что где-то половинка или даже меньше половина я решила связать с открытой пастью тоже тут все отлично язык тоже из плюшевой пряжи сделала попробую я сделать еще утяжку возможно сделаю возможно не буду делать вышить мне тут осталось еще полосочку и вот здесь веки я сделаю но у меня куда-то потерялись все пластиковые иголки у меня было три штуки разного размера и куда-то я их прибрала напишите в комментариях а вы также прибираете как я прибрала знаете специально чтобы их не потерять и потом найти и теперь забыла куда я их прибрала но ничего я сегодня хочу сходить купить иголку пластиковую потому что без нее здесь очень тяжело это оформление идет дырочку я здесь закрыл крючком а вот уже вышивать без иголки как-то проблематично и так вот такая у меня голова связалась и вот такое тельце лапки я набивала только немножко у основания здесь они пустые и я возможно даже не буду вот эти лапы пришивать к телу пускай они вот так вот веселенько болтаются осталось мне только еще пришить задние лапы их я уже тоже связала и пришить голову вопрос у меня встал еще какого цвета мне сделать ошейник и вообще делать ли его здесь я взяла вот такой пряжу голубого цвета пробовала я вязать и столбики с накидом и полу столбики с накидом и даже я подумала что можно сделать вот таким съемным то есть вот так одевается сюда в петельку кончик заправляется и получается вот такой ошейник но честно сказать вот этот вариант ошейника из плюшевой пряжи если сюда еще приложить в этом голову не он кажется каким-то слишком массивным что-то что-то в нем не то возможно стоит сделать просто шарфик и его завязывать но мне пока что это не нравится или я попробую связать из полухлопковой пряжи и посмотреть как это будет выглядеть на собачке возможно даже это будет вариант лучше и еще у меня есть варианты сделать так сказать новогоднюю собаку красный шарфик и связать красную шапочку интересно как это будет выглядеть потому что уши здесь большие маленькая шапочка здесь не пойдет а на большую шапку не знаю я не пока не представляю как она будет выглядеть возможно слишком массивно но этот вариант так и не покидает мои мысли я возможно поэкспериментируем с вариантом шапки так но это еще не все что я вам хотела показать кроме плюшевой пряжи я решил связать тоже собачку из context хлопок травки у меня есть в наличии несколько цветов я взяла белый и вот такой коричневый и смотрите какое чудо у меня уже получается тоже вам покажу головушку естественно я сделала спасти и ставила нос на безопасном крепление прошлый вариант и я просто носик вышивала в этот раз я решила попробовать вот такой носик и плюс я сделала другие глаза сначала когда я вставлял мне показалось что взгляд будет слишком выпученным но когда я вышлю брови мне кажется что собачка будет еще симпатичнее смотреться мне нравится вот это вот лохматость который получается немножко я начисала но буду начесывать еще да надо быть немного осторожный потому что при начесывании чуть-чуть поцарапала носик надо будет его чего-нибудь закрыть но это не сильно видно но я об этом знаю а в целом мне так нравится что получается вот именно из таких пушистых пряж которые напоминают шерсть собачки смотрится просто потрясающе мне очень нравится тело у меня пока в процессе есть две лапки и вот такое туловище с хвостиком работа осталось еще немножко думаю что сегодня я и довяжу на этом я не остановилась я уже давно хотела точнее изначально когда я задумывала вязать собаку я хотела связать брелок но у меня получился больше не брелок а полноценная игрушка все-таки для брелка крупновато и я решила немного переделать мастер-класс для того чтобы игрушка получилась меньшего размера так я взяла вот такую рулеточку чтобы измерить размер вот этой собачки она получается где-то три с половиной нет ни той стороны извиняюсь думаю три с половиной сантиметра не может быть около 9 сантиметров уже это больше похоже на брелок так давайте я тут немножко ту голову которая отвлекает вот такого небольшого размера собачка единственное что нужно еще вышить белой ниточкой белок потому что глаза сливаются на черном фоне и следующий вариант я чуть-чуть хочу переделать морду какая-то она у меня получилось слишком острая и немного уменьшу туловище пусть будет большая голова а тельца чуть чуть поменьше а так знаете даже мне очень нравится вот такая маленькая собачка в качестве брелка готовых собак я вам покажу чуть позже из плюша и из хлопок травки а сейчас хочу вам показать тоже практическую твою работу это вот такой ежик в нем не осталось только заправить ниточки которые у меня остались и чуть-чуть доработать вариант шарфа этих ежиков я вязала в прошлом году мне не очень нравится это мастер-класс марина . очень милые ежики не могу сказать что мне очень нравится процесс вязания но я кое-что для себя упростила в этих ежиков и впоследствии я хочу повязать на новогоднем буме этих ежиков возможно они будут с зимними варежками на фотографию марина они вообще классно смотрится с этими с мальчиками и возможно я даже сделаю новогодний колпачок я хочу вам показать как я упрощаю вязание этих ежиков потому что игрушка маленькая большую стоимость на нее не поставить но пришивных деталей здесь получается много давайте посчитаем два ушка четыре лапки это уже 6 мордочка 7 еще две детали шарфа это 9 элементов пришивных тем более элементы очень маленькие детали ушки уж и например мне вообще очень сложно пришивать поэтому я вот эти детали уши лапы и шарфик я ввязываю в следующем следующем или последующем видео я хочу вам показать как я упрощаю эту работу и кудрей я вижу немножечко меньше по количеству поэтому возможно мои советы вот такие мой опыт поможет вам и вы тоже свяжите вот таких замечательных ежиков если вас вдруг останавливала рутина вязание вот этих кудряшек то я расскажу как я их вижу и тем самым я чуть-чуть сокращаем время работы немного мне не нравится что шарфик вот так при завязывании торчит поэтому я хочу его просто между собой вот так вот завязать и вот здесь вот пришить я думаю что так будет лучше потому что вот этот вот кончик но его никуда не заправить как бы я не пыталась здесь красиво завязать торчит не очень хорошо возможно нужно вязать эти кончики подлиннее чтобы они не торчали но вот теперь надо как-то выходить из этой ситуации сейчас я хочу первым делом довязать своих собак сушью на чешу и покажу вам готовый результат вот так вот Субтитры подогнал «Симон» Я очень люблю дарить подарки, но не меньше я люблю их получать. Когда я была маленькой, я часто участвовала в различных конкурсах, выставках и других мероприятиях. Однажды я победила в конкурсе на телевидении. Я рисовала иллюстрации, не помню уже даже на какую тему. И мне прислали в подарок большой розовый рюкзак, наполненный констопарами и еще какими-то вещами. Честно сказать, я наполнение уже не помню. Но с этим рюкзаком я ходила достаточно долго, а потом я кому-то его подарила. Итак, к чему я все это рассказываю. Вчера я забрала подарок от Татьяны. Я победила у ее номинации на самую смешную игрушку. В марафоне 101, вот он, то есть 2. В подарок она мне прислала вот такой пакет пряжи. Здесь 12 цветов. Огромное спасибо Татьяне за такой замечательный подарок. Я очень рада, потому что уже давно ничего не выигрывала. И спасибо ей и спасибо всем, кто голосовал за моего вот этого рюкзак. Он тоже очень рад нашей победе и передает вам всем привет. Сейчас я хочу показать, какие цвета находятся в этой упаковке. Возможно, какие-то оттенки вам понравятся и вы захотите их заказать себе. А я тем временем просмотрю, каких цветов у меня не хватало до этого. И занесу их в свою цветовую палитру. Сейчас я вам покажу, какие цвета у меня пришли в подарки. Первый цвет. Это 01 белый. Этот цвет я как-то покупала всего пару раз, но даже не вынесла в свою цветовую палитру. Наверное, все-таки стоит занести. Хотя белый он и в Африке белый цвет. Практически одинаковый во всех пряжах. Ниточка очень мягкая, хорошая. Я думаю, что в вязании она будет хороша. Потому что предыдущий опыт у меня был негативный с белым цветом. Именно Ярнар джинс. У нее попался какой-то моток очень сухой, жесткий. И я решила его больше не покупать. Но вот это, я смотрю, пряжа достаточно мягкая оказалась. Так, следующий цвет. Это 0,5. Красивый телесный цвет. Подойдет для вязания куклы. В качестве цвета кожи он очень хорошо смотрится. Следующий идем. Смотрим. 73 цвет. А вот такого цвета, насколько я знаю, у меня нет. Так, сейчас даже посмотрю. Да. Такого цвета у меня даже не было. И я обязательно его сюда запишу. Красивый такой цвет. Как его назвать? Персиковый, наверное. Да, нежно-персиковый цвет. Следующий смотрим. Нежно-розовый. Цвет 18. Да, такой цвет у меня есть. Очень красивый оттенок, нежный. Следующий цвет. Это светло-серый, 80. И, насколько я помню, в Ярнар Джинси я ни разу не заказывала серые цвета. Не знаю, почему. Я пользовалась Alize Cotton Gold. У меня даже там осталось несколько моточков. Но вот такой серый я ни разу не покупала. Тоже внесу ее в свою цветовую палитру. Следующий цвет. И это нежно-зеленый, 11. Да, у меня такой есть цвет. Очень красивый цвет. Что я хочу сказать по всем оттенкам, которые мне прислала Татьяна. Все потрясающие, такие нежные цвета, которые найдут у меня обязательно применение. Для некоторых я даже уже придумала, что я буду вязать. Следующий смотрим. И это 76-й. Как я люблю такой цвет. Нежно-бирюзовый. Очень красивый. Так, а это голубой. 75-й. Да, у меня такого цвета осталось всего лишь половинка моточка. Очень мне он нравится. Светлый-желтый, 67-й. Это теплый оттенок желтого цвета. А вот такой цвет я ни разу не заказывала. Это номер 79. Мятный, нежный, мятный цвет. Супер, мне очень нравится. И осталось два моточка. Один нежно-лиловый, 19-й. 19-й, да, ну такой у меня есть в палитре. Такой немножечко припыленный лиловый оттенок. На камеру он показывается немного светлее. На самом деле он достаточно приглушенный оттенок. И последний моточек это 89-й цвет. Тоже лиловый. Ну, по сравнению с этим он немного поярче. И по насыщеннюю. Вот вам покажу для сравнения эти два цвета. Этот более приглушенный цвет, а этот чуть-чуть ярче. Итак, вот такое богатство мне прислала Татьяна. Еще раз огромное спасибо ей за подарок. Так, довязала я свою собаку из плюшевой пряжи по своему мастер-классу. Лапки я не стала пришивать, поставила пока так. И я терпеть не могу пришивать. Особенно плюшевую пряжу. Поэтому пока оставила так. Пришивала я только задние лапы и голову. Пришивала несколько раз голову, потому что сначала я пришила ее неаккуратно. Использовала я полухлопковую пряжу, потому что плюшевая просто здесь было невозможно пришивать. У меня вся она сыпалась. И все-таки есть особенности для вязания из плюшевой пряжи, если вязать по мастер-классам из полухлопковой пряжи. Ну, например, эта пряжа достаточно сильно растягивается. И посмотрите, на каком уровне у меня получился хвост этой собаки. Ну, хотелось бы его сделать вот здесь вот пораньше. То есть до набивания он смотрелся еще более-менее нормально. Я думала, что когда я набью, то тоже будет неплохо смотреться. Но сейчас уже в готовом варианте. Хотелось бы хвост сделать немного пониже. И что мне еще не нравится в получившейся собаке, то, что она сидит у меня не на лапах, а вот на этой нижней части. То есть у нее зад получается немного приподнятый. В целом, если лапы вот так прижимать к друг другу и сажать, то собака сидит нормально. Но если ее просто так вот ставить, в целом тоже сидит, но временами лапы вот эти вот разъезжаются. Хотя мне нравится этот момент, когда лапки болтаются туда-сюда. Еще бы из особенностей я сделала бы для плюшевой собаки побольше, уши пошире. И изменила бы пропорции тела. То есть соотношение головы и туловища. Я бы сделала тело поменьше по отношению к этой голове. Ошейник я связала и из красной пряжи все-таки. Оставила я красную. Голубой мне совершенно не понравился. Смотрелся он как-то не очень и слишком толсто. Связала я сначала шарфик, но шарфик мне тоже не понравился. Оставлю я в таком варианте. В целом, в качестве эксперимента, собачка я довольна. Буду ли я вязать еще из плюшевой пряжи? Нет. Однозначно я не хочу вязать из плюшевой пряжи. Вот именно эту собаку я имею ввиду. И связала я вот такую собачку. Наконец-то я ее доделала. И каждая собака у меня получается разная. Если посмотреть вот эту на мордочку, то это, конечно же, не бордер-колли. Такая больше, знаете, дворняжка. Но мне очень нравится, как она получилась. Вот эта вот такая кругленькая, такая широкая мордочка получилась по сравнению с предыдущими моими собаками. И другой взгляд. Я поменяла глаза. Тоже использовала 8 мм. Но здесь я взяла с розовой радужкой. Тоже мой эксперимент. Я решила попробовать, не будут ли они смотреться слишком выпучено. В целом нормально. Но вот, как я не пыталась здесь сделать бровь, чтобы немного закрыть этот глаз, бровь здесь совершенно не видно. И, знаете, нос мне, конечно, вот этот не нравится. Он очень упрощает собаку. Сейчас, конечно, я переделывать уже не буду. Но в следующий раз, даже если я и буду вставной, носик вот такой использовать, то мне нужно взять такой более реалистичный с ноздрями. Хотя бы. Или слепить самостоятельно. Вот такой здесь рот у меня с языком. И пушистые усики и мордочка. Не знаю, можно ли эту пряжу начесать сильнее. Я начесывала и расческой, и липучкой. Не сильно длинная шерстка получилась. Меня, в принципе, вполне устраивает. Заметила, какую особенность. Например, на ушах, после вязания этой пряжи, уши, видимо, под тяжестью. Они вот так вот сюда начинают прижиматься. Как я их не пытаюсь поднять повыше, они все равно у меня падают. Я сделала поворотную голову. Мне захотелось сделать. Мне очень нравится, когда подвижные игрушки, что можно что-то потрогать, пощупать, повернуть. И долго я думала, что же сделать на шею. И связала я сначала косыночку голубого цвета. Но мне она совсем не понравилась. Связала ошейник. Ну, как-то ошейник тоже мне не хотелось связать. И я решила сделать вот такой шарфик. И также я решила связать, попробовать связать новогоднюю шапочку для этой собаки. Все-таки скоро Новый год. И хотелось как-то украсить собачек по новогоднему. Сейчас я вам покажу, какую шапку я связала. Так, здесь я концы еще не убирала, потому что эта шапка вообще у меня под вопросом. Мне хотелось, чтобы эта шапка держалась на голове. То есть она должна была быть не маленькой, но и закрывать уши я, конечно же, не хотела. Поэтому я сделала две вот такие дырочки под уши. Но когда я вязала, мне казались эти дырки большими. Но после обвязки пушистой пряжей эти дырочки практически впритык. Вот такая шапочка у меня связалась для собаки. Не знаю, что-то мне в ней не устраивает, но я не могу сказать, что конкретно. Как-то она странно сидит. Не знаю, как вам? Мне кажется, без шапки-то этой собачке лучше. Пробовала я вязать шапку и длинную, чтобы она свисала вот так вбок. Но что-то мне это совсем не понравилось. Еще даже меньше, чем эта шапка. И еще я третью пыталась вязать шапку, чтобы она надевалась на одно ухо. Но совсем не то, что я предполагала. Получается. Я же не буду вам показывать. В понедельник стартовал новогодний бумагинку Руми, в котором я решила поучаствовать. И тема первой недели. Драконы. Я уже не первую неделю, даже, наверное, не первый месяц, думала, какого дракона мне же связать. Но что-то мне эти драконы не нравятся. Не знаю почему. То они большие, то маленькие. Плюшевых я вязать не хочу. Но все-таки какого-то дракона нужно выбрать и связать. И я решила взять мастер-класс Елены Кузнецовой на дракончика. Не помню, как он называется. Дракончик-мотылек, по-моему. Сейчас я вам покажу, что я уже связала. Вижу я его зеленым цветом от Yernard джинса. Это цвет 23. Так. Вот такой хвост. Очень мне нравится, что он не простой формы. Вот с такими складочками. Прикольный. Мне очень нравится. Я связала две ручки. И сейчас я вам расскажу, что еще у меня произошло в процессе вязания этого дракона. Первый раз я столкнулась с тем моментом, что эта пряжа очень сильно красит, пачкает руки. Вяжу я, вяжу. Как раз я вязала, наверное, хвост или голову. Смотрю на руки, они у меня грязные, зеленые. И тогда я поняла, что это у меня от пряжи. Причем вязала я может быть чуть больше часа, и у меня пальцы все были зеленые. Впервые я столкнулась с таким моментом. Другая пряжа меня не красила. Не знаю, возможно, это конкретно только этот цвет. Эту пряжу я покупала очень давно. Это один из первых моих моточков, которые я купила, наверное, года два назад. И вот у меня кусочек этого моточка оставался. Наверное, меньше половины мотка у меня оставалось. я докупила этого цвета где-то недели две назад. Но я еще не открывала. Интересно, будет ли он тоже красить, как этот, или просто мне вот такой вот попался некондиции, так сказать, цвет. Посмотрим. И я начала вязать голову дракончика. Хотелось мне, чтобы дракон был не очень большого размера. Но, знаете, судя по голове, сантиметров 20 он точно будет. Эту голову я перевязывала два или три раза. потому что у меня здесь получалось неровно вот эти вот места с прибавками. И тогда я просто уже самостоятельно нашла середину морды и здесь равномерно делала вот эти прибавки, чтобы было симметрично по бокам. И теперь у меня такой вопрос. Здесь, смотрите, делаются прибавки, и с полустолбика с накидом. Но, как правило, при набивании и при растягивании здесь все равно образуются дырки. То есть сейчас в расслабленном состоянии еще ничего. Но я боюсь, что после набивки здесь будут дыры. Я теперь даже не знаю, довязывать мне этого дракона или нет. потому что если здесь все будет такое вот дырявое. Пока я не знаю, какого цвета мне вставить глаза, так как я большие игрушки особо не вижу, поэтому у меня глаз большого размера практически нет. вот я заказывала как-то с Алиэкспресс 16 миллиметров. Это самые большие, что у меня есть глаза. Здесь у меня есть розового цвета, зеленого, но мне кажется, зеленый на зеленом будет смотреться некрасиво. также синие, синие тоже смотрятся как-то не очень. И есть вот такие вот рыжие. Рыжие что-то мне тоже не очень нравится. Поэтому пока под вопросом, что же за глаза здесь будут, или просто вставить просто черные. Черные у меня есть только 14 миллиметров, самые крупные. И скорее всего они здесь будут слишком малы. И вот что вы думаете. В субботу я понимаю, что я связать этого дракона уже не успеваю. А в воскресенье уже нужно сдавать отчет и готовую игрушку. И тогда я принимаю решение, что нужно выбрать какую-то другую игрушку другого дракона связать и успеть его за один день. И тогда мне попадается в ютубе мастер-класс Марины Лядовой. Она сняла отличный мастер-класс на дракончика. Мне он понравился с первого взгляда. Отличный дракон. И я решаю связать именно его. Сейчас я вам покажу уже готовую работу. Процессов я никаких не снимала. Ко мне нагрянули племянницы и у меня на вязание вообще практически не было времени. и на съемку тем более. Итак, этого дракончика я сейчас отложу. Мы не знаю доделывать миру или нет. Хорошенький он получается у Елены. Какой он получится у меня пока не знаю. дракончик и вот такого дракончика дракончик малыш у меня получился по мастер-классу Марины Глядовой. Не совсем я довольна им на 100% как обычно у Марины они получаются такие хорошенькие такие миленькие. От себя я доделала еще крылышки. У Марины нет в мастер-классе крылышек. Но я подумала что за дракон у которого нет крылышек. И решила связать вот такие небольшие крылышки. Но хотела я еще и связать ему шарфик как у Марины. Ну какой же здесь шарфик если у него здесь гребень крылья и шарф здесь совсем не подойдет. Но что-то ему хочется вот сюда приделать. Что-то хочется но я не знаю чего. Может быть какую-то пуговку пришить. Ну а может быть и так хорошо. Или вышить на животе светлые полосочки. Что еще я от себя сделала по-другому. Я сделала поворотную голову. Мне очень нравятся игрушки которые достаточно мобильные в которых можно что-то повертеть покрутить. И также я сделала верхние лапки на нитяном креплении чтобы их можно было поворачивать. Вот только у меня затруднение было с задними лапами. То ли я неправильно переписала схему то ли от того что начало ряда смещается у меня эти лапы получались какие-то кривые. Точнее я не понимала в каких местах именно нужно делать прибавки. И поэтому я связала лапы по-своему и пришила их чуть-чуть пониже чтобы ручку можно было опускать. Иначе когда я пришивала вот сюда повыше эту лапу то лапку было верхней уже не повернуть. И таким образом у меня получается что дракончик он сидит вот на этих на нижних лапках а пузико у него не касается земли. Поэтому при повторном вязании этого дракончика я бы прибавила еще пару рядочков буквально два на животик и я думаю что это было бы лучше. А так в целом очень хорошенький динозаврик получается. Тут я вот когда делала утяжки у меня самопроизвольно получился вот такой ротик. И я решила его ставить такому миленькому маленькому дракончику вполне даже подойдет вот такая утяжка ротика. Мне кажется что у меня получилась девочка и вот эти рожки или как это назвать как будто бантики у девочки. напишите в комментариях как вам мой дракончик. Снимала я его уже в последние минуты воскресенье чтобы успеть отправить и не вылететь из марафона. Но главное что я успела. Вот на этой такой драконовской хорошей ноте я хочу закончить свой блог. Спасибо вам за то что досмотрели до конца. Буду вам очень благодарна за лайки, комментарии, подписку. Желаю вам всего хорошего и пока пока. Субтитры Продолжение следует...